так подожду подписчиков я не ожидала сейчас вышла с эфира мне посылку привезли надо было идти открывать встречать сорян что я так резко прервала эфир всех еще раз приветствую в предыдущем сейчас эфире я закончила на том что на чем я закончила закончила на том что 20 октября у меня будет курс талантов где мы будем переводить с вами все что транслирует мир все что транслирует люди да с какими дарами они к нам приходят и все что нам не нравится раздражает страшит мы будем все переводить в наши ресурсы наши таланты мы бесконечно с вами имеем желаний много очень много чего хотим но у нас этого нет потому что у нас не хватает для этих желаний не хватает каких-то ресурсов не хватает движения понятное дело нас есть противоречивые желания которые стопорят нам эти движения мы на бесплатном курсе это можем разобрать либо в книжке практика работы с мышлением вы это разберете я сейчас готовлю курс и после нее сразу еще выйдет одна книжка практика работы с мышлением часть 2 где еще один способ работы с мышлением я отдаю вернусь блин мои мысли что-то хаотичные не выспалась наверно вернусь тому что чтобы наши желания исполнялись нам с вами необходимо их из чего-то построить для каждого желания нужны ресурсы нужны инструменты и нужны кирпичики да из чего мы будем строить любой образ воплощенный в материю любой образ нашего желания имеет под собой некую энергию который у нас есть стану чтобы ее воплотить нам нужно что-то делать нужно какое-то движение и для этого нам нужны с вами инструменты и помимо этих инструментов нужны элементы с чего мы будем строить ваши желания так только мы с вами что-то захотели к нам сразу приходят люди в этот же день если вы не заперты дома приходят люди и дают вам дары от которых вы отказываетесь отказываетесь от всего что вам не нравится потому что вы этого не понимаете мы нарекаем все что нам не нравится до плохим все что мы не понимаем и не разобрались в этом мы думаем что это ужасное что-то это страшно это плохое и я хочу на курсе вам показать как мы можем обернуть любую ситуацию на пользу и это польза именно эта польза осуществит вам желание то которое вы хотите либо желание я которую вы хотите вот но в практике работы с мышлением часть 2 мы перейдем позже после на курсе либо после курса а сейчас у нас еще есть первая книга которую я не дочитала и вот в этом эфире я хотела сейчас продолжить чтение книжки ниже в ленте у меня есть до 4 главы я дочитала если бы не это тот и был бы счастлив практика работ с мышлением есть три главы полных до 4 главы и на 4 я остановилась сейчас хочу я просто вам почитать так да привет всем очень рада сколько народу очень рада видеть даже то что плохо работает инстаграм в россии все равно здесь находитесь находите возможности это классно так давайте глава 4 здесь и сейчас в этой главе я хочу написать очень важную для вас информацию она не по теме будет трансформации а по теме которая очень нужна нам и важно настолько насколько это вообще возможно представить и вы сейчас это поймете речь пойдет про важное состояние важное здесь и сейчас про то и про то как наш ум уводит нас из этого состояния именно для того чтобы ум не уводил нас из этого состояния нам необходимо поработать с умом трансформировать его пожалуй это будет самое полезное что нам надо будет сделать в нашей жизни не все понимают почему нужно здесь 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 и сейчас жить да но я сейчас вам это объясню да я тоже вас рада видеть в эфире вообще от трансформировать мышление не так то просто чтобы решать свои проблемы и задачи и исполнять желания нам нужно поработать с наше мышление потому что мышление всегда блокирует все что мы хотим мы себя отговариваем мы себя стопорим мы бездействуем потому что это выгодно уму вот но трансформировать мышление это все таки будет задача второстепенная мнение не так исполнение желаний решение проблем и задача это будет второстепенная задача и побочный эффект от трансформации главная работа с мышлением это исполнить одно единственное желание быть в настоящем моменте в здесь сейчас то есть быть в состоянии счастья любви гармонии и целостности в настоящем моменте здесь сейчас то есть мы будем работать с вами с мышлением не для того чтобы желание исполнить потому что желание мы с вами исполняем только ради одного да чтобы почувствовать радость чтобы почувствовать кайф чтобы почувствовать счастье вот я например встречу с молодым человеком познакомлюсь там люблю построить отношения и буду тогда счастлив или этом куплю что-то себе и буду счастлив то есть мы все желания хотим только ради одного для счастья но мы можем трансформировать наше мышление так чтобы мы счастливы были всегда с вами вот нет более прекрасного и более жизненного чем это состояние здесь сейчас которому все так стремятся мало кто успевает это состояние уловить ощутить какие-то проблески воспоминания иногда говорят что счастье где-то там было мы его вспоминаем но опять же пропустили опять же было и опять мы его упустили ждали ждали и тут оно было как вам да задумайтесь когда мы с вами что-то желаем мы действительно ли этого хотим когда вы что-то получали долго ли вы радовались но я например радуюсь от покупок там минут десять да вообще от любых желаний минут десять и потом хочу что-то еще я так думаю что вы тоже отвечая на эти вопросы осознайте что мы хотим на самом деле что лежит за этими желаниями и решениями проблем мы хотим не желание а что-то почувствовать и все эти ощущения связаны конечно же опять же перечислила с радостью с любовью с счастьем новая вещь нас радует пять минут и нам нужно снова и снова что-то еще чтобы опять порадоваться пять минут это бесконечная гонка нам необходимо только одно это состояние радости и любви они исполнение желания на самом деле и все что составляет наше счастье и и мы с вами его не там ищем мы можем испытывать это состояние вне зависимости от вич от вещей от достижений и от наших благ от материального обеспечения гонка за материальным она длинная да а радость очень короткая и даже достижение чего-то не гарантирует нам счастья и радости даже пятиминутной не всегда когда мы чего-то достигаем мы еще и счастливы хотя мы достигаем только ради того чтобы что-то почувствовать кайфануть порадоваться и быть счастливым счастье никогда не будет где-то там с вами и с исполненными желаниями и решенными проблемами мы тоже счастье не найдем поэтому перестаньте гоняться с вашими страхами и проблемами за своими желаниями чтобы ощутить свой кусочек счастья и гармонии нету его там оно в настоящем моменте только это состояние гармонии лежит прямо здесь и сейчас в настоящем моменте и больше его нигде нет и чтобы глубже осознать этот момент я посвятила вам новую главу пожалуй это самая главная глава этой книги ради которой стоит очень постараться поработать над собой глава 5 если у вас есть проблема вспоминайте что прямо сейчас в эту секунду вот прямо сейчас вы можете сделать для ее решения не подумать мы все время бесконечно только обдумываем а сделать и сделайте но других вариантов нет мы всегда обдумываем и обдумываем и обдумываем что мы можем сделать реальных действий нет сделайте без каких-либо отговорок отвлечений на чай телевизор болтовню сессии сделать или встать или пойти решать или позвонить и что-то выяснить нам нужен всего лишь какой-то шаг начать только действия запустят в череду событий по решению нашей задачи а не думание о ней если вы не можете что-то сделать в эту минуту для решения каких-то задач придумывая умом проблему которую нужно решить то лучше что можно сделать для ее решения для решения вашей задачи это сделать ничего просто примите этот момент и не думайте о проблеме то есть мы не думаем мы либо делаем либо ничего не делаем но не думаем наша проблема в том что мы просто думаем бесконечно о проблемах и поэтому они не решаются если в данный момент вы можете вскочить да и сделать какой-то шаг сделайте если не можете отвлекитесь принять момент это значит тотально прожить этот момент осознанно ощущая наблюдая что происходит вокруг и внутри вас осознавая что вы делаете сейчас вот я на данный момент в прямом эфире с вами разговариваю я это осознанно осознаю да и фиксирую для себя наблюдайте что вы думаете сейчас и выходите из этого думания просто делайте что-то уже дальше без думания то есть не обдумывая спросите себя а что я могу тогда сделать в этот момент в эту минуту если я не могу решить проблему это и будет шаг к ее решению да именно так любой шаг который мы сейчас хотим сделать посвятив себя тотально этому моменту с радостью и благодарностью запускает уже цепочку событий которая приведет в конечном счете к решению ваших проблем и задач ранее мы не могли поймать эту волну поток и начало цепочки событий которая привела бы нас к цели потому что мы не были в моменте здесь сейчас то есть мы не начинали мы вот эту точку с вами не фиксировали мы из нее не жили мы из нее не начинали ничего делать информация взрывает мозг да мои книжки тоже взрывает мозг ранее мы не могли поймать еще раз прочитаю эту волну поток и начало цепочки событий которая привела бы нас к цели потому что мы не были в настоящем моменте наш ум блуждал вместе с нашим разумом где-то еще но путь к решению всех наших проблем и задач лежит только из точки настоящего момента только в тотальном присутствии как только мы заглянули к себе здесь сейчас в этот момент осознали этот момент мы вернули себе жизнь жизнь которую мы вернули себе поможет уже все решить вы не беспокойтесь вы слишком много думаете и не живете в другое время жизни нету жизнь есть вот только здесь и сейчас и это единственный единственный момент существования жизни существования вас здесь сейчас не в прошлом где-то не в будущем вот сейчас посмейтесь и увидите себя наблюдающим в эту минуту за солнышком например за облаками или послушайте там птичек вон у меня там полицейские на улице едут созерцайте в этот момент все что вокруг вас происходит или вы можете там режете лук в салат я не знаю что вы делаете прямо сейчас но вы сами должны осознать что-то что вы делаете как вы осознанно проживаете этот момент в этот момент вы вернули себя к жизни вот прямо сейчас если нас нет в этом моменте мы мертвы и мы ничего не можем сделать пока мы мертвы ну то есть мы находимся нигде думайте и решайте только то что вы в этот момент можете делать и решать живя только этим моментом то есть мы пытаемся решить что-то потом на будущее и вот это вот обдумываем фокус внимания на проблемах только усиливает проблемы фокус внимание на борьбе так усиливает борьбу в данный момент вот все что вы проживайте думайте только об этом когда подумали заключайте думание и просто делайте проблема любая проблема — это иллюзия, выдуманная умом. Мы оттожествляем себя с умом. Мы решили сами, что мы ум, хотя мы не ум. Большинство на автомате думает, что мы ум, но мы не ум с вами. Когда мы так думаем, мы отдаём власть уму на управление нами. То есть ум уже в своей мысли-мешалке нами управляет, и мы ничего не можем сделать. Мы только мусолим свои проблемы, которые, как снежный ком, накручиваются. Мы сами их накручиваем своим умом, отдав ему управление. Мы забываем, что мы наблюдатели жизни. А ум — это всего лишь переводчик и интерфейс, помогающий нам ориентироваться в этой жизни. Когда мы решили, что ум главный, всё, мы себя потеряли. Ум специально, вот здесь вот сейчас будет такая важная информация, если вы её поймёте, ну, ваша жизнь не будет прежней. Ум специально вытаскивает нас из настоящего момента, единственной настоящей жизни, и перетаскивает в мысли в прошлое и страхи за будущее, потому что ему надо поддерживать себя и своё эго представлениями о том, какие мы недостаточны. Сейчас продолжу почему. И раз ум так решил, он будет за это держаться, чтобы мы ни в коем случае не отобрали обратно свои бразды управления как наблюдатели. Нам всегда чего-то хочется, и нам всегда что-то надо, какие-то желания. Нехватка и недостаточность, они бесконечны в нашей голове. И не потому, что нам чего-то не хватает на самом деле. На самом деле нам как раз-таки всё хватает. У нас творцов в своей жизни, наблюдателей, наблюдающих себя и свою жизнь во всём изобилии, уже всё есть. Это не хватает уму. Он запомнил и привык к тому, что когда мы приходим к чему-то, к чему-то, чего нам не хватало, это даёт нам немного счастья и радости, пусть на короткий период времени, но всё же, даже если это 5 минут. И он торжествует в эти моменты. То есть ум нам помог исполнить желание и зафиксировал, мы зафиксировали своим умом, что исполненное это желание дало нам радости на 5 минут. И ум такой ликует. Какой я умный ум, что смог додуматься, как к этому подвести вас, нас, наблюдателей, и получить желаемое, от которого чувства ликуют. То есть у нашего ума нет других представлений, как помочь ещё себе привести радость. Для него единственный приемлемый вариант для ума — это достигаторство. Достигать чего-то любыми путями, чтобы получить в конечном результате свои 5 минут счастья. Наш ум так научен. Другого пути у него нет. И не отождествляйте себя с умом. Вы не ум. У вас есть другой путь. И чтобы всегда быть в процессе достижений, ум придумывает мифическую нехватку и иллюзию необходимости того, что у нас чего-то нет. Ум решил, что у него вся власть, и раз он нам приносит эти короткие минуты счастья от достижения и приобретения, то он нам всё время подкидывает тупые мысли, чтобы мы бесконечно, бесконечно, бесконечно накручивали себе снежный ком проблем. И ему, чтобы не разрушить уму эти иллюзии о том, что у нас есть проблемы, хотя их нет, и разрушить иллюзии, что у нас есть какая-то нехватка, хотя у нас нет нехватки, у нас всё изобильно, мы сами не берём. Мы фокусируемся вниманием с помощью ума на том, что у нас нет, хотя у нас есть всё для счастья, для радости, для любви, и чтобы мы жили в счастье и в изобилии. Но уму это не выгодно. У него есть способ достижения, где он уже увидел, что вы счастливы были пять минут, и поэтому он, забрав себе бразды правления, а мы сами ему отдаём, что отождествляемся с ума. Мы такие, мы такие, мы сякие, то есть мы решили, какие мы, хотя мы не такие, и ум этим пользуется. И чтобы уму не разрушить иллюзию, удержать свою власть, всегда нужно вытягивать нас из настоящего момента, потому что когда мы будем находиться с вами в настоящем моменте, это я сейчас ещё вам прочитаю, вы поймёте, что у вас есть и счастье, и радость, и любовь, и кайф, и много энергии, и все блага, и всё, что вы хотите, всё у вас есть в данный момент, и всё вам хватает. Уму это не выгодно. Он хочет быть главным, чтобы вы поклонялись уму, какой он классный, что он с помощью своих умных достигаторских решений вам давал счастье на пять минут. И ему не выгодно, чтобы вы были в настоящем моменте. И он всегда будет вас вытягивать из настоящего момента, чтобы мы случайно с вами не заметили, что у нас всё есть. Ну что же делать? Как не отбирать у себя жизнь, отдавая управление уму, которое это с нами делает? Надеюсь, вы сейчас осознаете это. Вспоминайте, первое, да? Мы не ум. Вспоминайте это всё время, пока не войдёт это в привычку на подсознательном уровне, и не отождествляйте себя с умом. Возвращайте себя в момент сейчас, тотально проживая этот момент как наблюдатель. Осознайте, в эту секунду у вас нет проблемы. Вот просто возьмите сейчас паузу, секунды, две, три, пять, десять, и подумайте. В данный момент вы сидите где-то или стоите, смотрите в телефон, слушаете эфир. Кроме этого эфира у вас ничего нет. Есть вы, телефон, стул, на котором сидите, всё, что необходимо для просмотра этого эфира, прослушивания информации. В данный момент какой-то кредит в банке в эту секунду вас не беспокоит. Вы, в принципе, с этой минуты думки о банке, о кредите можете отложить, и в данную секунду, в данную минуту кредит никак опасности вам не несёт никакой. В данную секунду вы же можете потратить здесь сейчас вот этот момент для кайфа, прослушивания эфира, от того, что вы сидите, попиваете чаёчек, сидите и наслаждаетесь релаксно на лавочке, в кресле или на диване, или лежите на кровати. В данную секунду у вас нет проблем. Вот в эту секунду нет. Вот осознайте это. В данную секунду вы сидите на стуле, например, вяжете носочки. У меня такой пример. Как долг по кредиту, который надо заплатить, ставит вас в опасность в эту секунду, пока вы сидите и вяжете носочки в эту секунду. Для чего вы питаетесь себя страхами? Вы любите сидеть и бояться, как котёнок Гав, помните, из мультика. А что ты делаешь? Боюсь. А давай я бояться вместе, предложил щенок. Вот задайте себе вопрос. Как в данную секунду проблема с кредитом или ещё какая-то проблема даже по здоровью? Вам мешает вязать носочки? Ничего не мешает. Вы просто сидите и вяжете. Зачем думать о проблемах в эту секунду? Думайте о том, как вы вяжете просто. Вы сейчас сидите, вяжете носочки, и всё, в эту секунду, здесь, сейчас. Вам не мешает вязать ничего. Даже то, что у вас есть кредит. Вы просто сидите и вяжете. Вы, наверное, скажете, что долг же есть. Надо как-то же его решать. Согласна. Но вспомните первое предложение главы, с которой я начала. Если вы можете в данный момент что-то сделать, сделайте. Но если не можете, то и думать не надо. Отдайте себя моменту проживания жизни сейчас, делая, что можете. В эту секунду проблемы с кредитом нет. Да, она может через час быть, но сейчас её нет. В эту секунду решить вопрос с кредитом вы не можете. Здесь, сейчас вы можете только вязать носочки. Так и вяжите, блин. И проживайте этот момент, наблюдая, как петелька в петельку, ложится пряжа. Как у вас там что-то получается. Зачем думать о проблеме, которая в данную секунду нерешаема? Её вообще нету, этой проблемы. Проблема, она иллюзорна. Её надумывает ум. В эту секунду только носочки, или в эту секунду только прямой эфир, только чаёчек, только вы вот сидите, или кофеёчек, пироженку едите, не знаю. Нет проблем в эту секунду. Остановитесь и осознайте, что в эту секунду нет проблем. И пока мы осознанно проживаем эту секунду, их нет. И так будет каждую секунду всей нашей жизни, пока мы находимся в ней, в этой жизни. В эту секунду сейчас нет проблем, и её не будет и в следующую секунду, и в следующую, и в следующую, и в следующую минуту. И всю жизнь, пока вы находитесь здесь сейчас, вы никогда не встретите ни одной проблемы. Вы можете в эту секунду только себя спросить, а что я сейчас делаю, да, что я сейчас чувствую, я могу что-то решить в данную секунду или нет? Если нет, то я буду делать то, что я могу. Если могу, окей, встали и пошли. Других решений, вариантов нет. Нет, жизнь есть, и мы есть только сейчас, если не перескакивать в иллюзии будущего или воспоминания прошлого, только в настоящем моменте. Как только мы мыслями опять погрузились в страхи о будущем, либо окунулись в прошлое, мы лишаем себя жизни, которая вот только сейчас есть, понимаете? Жизнь нам решит все проблемы, даст все блага, она изобильна, у нас всё всегда будет, если мы эту жизнь будем жить с вами, а не мимо просирать. Проблемы, которые тянутся из прошлого, да, или совершатся в будущем, это просто иллюзия, придуманная умом, да, для пятиминутки счастья с вами. Те, кто только что присоединился, советую вам пересмотреть сначала эфир. Ну, дослушайте потом, пересмотрите, была очень важная информация. Сейчас в этот момент проблемы не существует, её выдумывает ум, чтобы взять власть над нами, мы это не ум. Всё, что нам надо сейчас в нашей жизни, это решить делать то, что мы можем делать прямо сейчас. Делать это и наблюдать за этим, мы наблюдатели с вами, мы даже не тело, делающее это. Тело — это тоже иллюзия на самом деле. Всё решится очень быстро в самый подходящий момент, когда мы реально сможем что-то решать по поводу своей якобы проблемной задачи. Как только вы отпускаете, снимаете важность, наверное, тысячу раз про принятие слышали, куча книжек прочитали, что уберите потенциал важности, снимите важность, да, и всё сразу решится. А почему? Потому что вы своей жизни даёте энергию своим существованием в настоящем моменте. И тогда, естественно, для того, чтобы мы жили и реализовывали все наши желания, нужна энергия. Она есть только вот в настоящий момент, если мы кайфуем от того, что мы делаем. Очень много эфиров было и постов на тему того, что генерировать энергию мы можем только от действий. Например, палку в костёр кинули, она сожглась, трансформировалась в тепло. Какая-то перемена трансформирует одно состояние в другое состояние. И вот эта энергия — это процесс трансформации одного состояния в другое. И вот наша жизнь — это просто череда потока энергии жизни, но она вот в настоящем моменте от действий. Если вы ничего не делаете, а только отговариваете умом себя от действий, либо накручиваете себе проблемы о прошлом и будущем, да, нет вас в настоящем, то нет энергии у вас ни на что. Если есть у вас энергия, вам не нужно думать, как решаться ваши проблемы. Вам не нужно думать, как решаться ваши задачи. Ваша жизнь и ваш ум, и ваше тело, и обстоятельства решит всё само, всё решится само, если у вас есть на этой энергии. Вы её должны генерировать. Она только в настоящем моменте генерируется, только от вашего тотального проживания в настоящем моменте. Опять же, если вы фокусируетесь на себе, фокусируетесь на радости от тех действий, которые вы делаете, тогда вы генерируете энергию. Потому что радость — это индикатор нашего тела, говорящий о том, что да, в данный момент энергия генерируется. Если то, что вы делаете, вы радость не испытываете, в этот момент энергии нет, она не генерируется. Тело — классный наш помощник, который показывает, в данный момент генерируемую энергию или нет. То есть наслаждайтесь всем тем, что вот прямо в эту секунду вы делаете. Если вы так будете осознанно проживать каждый момент здесь сейчас в своей жизни, вы будете полны энергии, и всё у вас будет. Только наш ум придумывает проблемы, которых нет. Есть задачи, которые мы можем решать в данную секунду, либо не можем. Если не можем, наслаждаемся тем, что можем. Если не можем, забыли всё остальное. Но мы сидим и накручиваем. Что я буду делать потом? Зачем вы думаете о том, что делать потом, если вы даже не придумали, что делать сейчас, и не понимаете, что вы сейчас делаете? Вот думайте в данную секунду, что я сейчас делаю. То есть вы пропустили сейчас и сразу перескочили на потом. Это нормально? Либо вы не знаете, что вы сейчас делаете, и ушли в прошлое. И обусоливаете ваши прошлые шаги. Но вы их уже сделали, вы уже их прожили, они уже прошли. Зачем туда возвращаться? Можно туда возвращаться, чтобы извлечь какой-то опыт, которого сейчас не хватает. Об этом тоже будет в книге «Практика работы с мышлением», «Как извлекать опыт из прошлого». Но пока вы не делаете это с пользой, а в минус себе, лучше туда не ходить, в это прошлое. И про будущее тоже не мусолить. Вот сейчас наслаждайтесь. Продолжу. Пока мы не можем решать проблему, не нужно её надумывать. Просто необходимо делать действие, которое мы можем. Просто вязать, сидеть, стоять, шагать, тотально проживать настоящий момент, ощущая его с радостью и с благодарностью за то, что он у нас есть, за то, что мы сейчас живы, за то, что мы живём, мы есть, мы присутствуем здесь сейчас. У нас есть такая возможность присутствовать и жить прямо сейчас. Мы не тратим жизнь, мы её проживаем в моменте. Не крадите у себя единственное, что у нас есть в жизни. На самом деле у нас ничего нет, ничего не принадлежит, тело и мир – иллюзия. У нас есть только единственное сейчас. У нас есть только этот момент. Больше у нас ничего с вами нет. И в этом моменте у нас есть всё на самом деле. Всё, что нужно для проживания этого момента. Есть кофта, в которой я сижу, есть стол, есть компьютер, есть интернет. Всё, что для проживания этого момента нам необходимо, у нас есть. И когда вы поймёте, насколько вы изобильны, что в этом моменте у вас всё есть для проживания этого момента, ваш момент следующий будет таким же изобильным с какими-то другими проживаниями, с новым счастьем, новой радостью. Но вы уходите в иллюзии ума, отдали им образды. В этот момент у нас есть всё, только оглянитесь, да? И есть только сейчас. Не в прошлом у нас что-то есть, в прошлом у нас ничего нет. Мы ничего из прошлого пощупать в данный момент не можем. Не в будущем у нас что-то есть, в будущем мы тоже ничего там не можем пощупать. Мы только в настоящем моменте можем осознать. И только сейчас есть всё в этом моменте, если мы живём этим моментом. Вот я могу тысячу раз это сказать, но вам нужно, чтобы это провалилось. И этот момент, который мы проживаем здесь сейчас, он вечен. Понимаете? Он вечен. Этот момент здесь сейчас, вот эта секунда, она вечна, бесконечна. Времени не существует. Трансформируйте шаблон времени. Классно? Не существует прошлого и будущего. Мы никогда сами, помимо ума, не сможем ощутить себя в другом моменте. Мы всегда находимся в настоящем. Если нас сейчас здесь нет, нас нет нигде. И проблем-то, и тем более нет, и не было в настоящем моменте. Порассуждайте. Зачем бояться смерти потом? Или болезни потом? Потом, да? И лишиться чего-то потом, если в этот самый момент мы своими страхами, уводя себя в будущее, лишаем себя единственного того, что есть здесь сейчас. Мы лишаем себя единственной жизни. Другой жизни у нас нету. Ничего нет, кроме этого момента. Жизнь только сейчас. То есть вы боитесь жизнь потерять потом, теряя жизнь сейчас. Это нормально? Ну, как бы логически даже подумать, даже умно в этом поможет подумать. Мы лишаемся всего, абсолютно всего, прямо сейчас, если думаем о потом, или вчера, находясь в страхе, или в мыслях тревоги о чём-то, что лежит лишь в иллюзиях ума нашего. В иллюзиях ума. Подумайте об этом. Какой смысл бояться чего-то лишиться гипотетически, если мы реально сейчас лишаемся жизни? Мы реально не чувствуем проживание этой жизни. Мы реально не живём с вами. Мы находимся где-то там. Вы проснулись, открыли глаза. Я не знаю, что-то произошло. Вот пять секунд. Вы закрываете глаза, потому что спать уже пора. День пролетел незаметно. Вы просто потеряли день. Вы просто потеряли целый день своей жизни. Бусоля страхами своё страшное будущее. На позапрошлом эфире я выходила, ну или в прошлом. Я говорила о том, что как только вы в страхах находитесь, вы понижаете свои вибрации, всё, 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 что может случиться с вами, плохого начинает случаться. Как только вы начинаете выходить из этого в настоящий момент и начинаете радоваться всему, что есть, хотя бы сейчас прожить его. Я не знаю, что будет завтра. У меня есть сейчас, только единственный момент. Я могу завтра умереть. Могу. Но пока я это не сделала, мне нужно наслаждаться, пока я жива. Понимаете? И когда я это понимаю и начинаю наслаждаться, мои вибрации повышаются, и все жизненные трудности, обстоятельства, они решаются, потому что у вас есть энергия для их решения. Вам ничего решать не нужно. Ваша задача только жить и радоваться, жить, проживать настоящим моментом, чувствовать и видеть изобильный мир вокруг себя в данный момент. У меня села батарейка. Я по-быстрому сейчас попытаюсь дочитать. Мы все коллективно с вами устроили войну, потому что мы зомбированы долбоящиками уже давно, информацией давно, чтобы всё время понижать свои вибрации, быть больным, жить в страхах и так далее. Мы сами с вами, если в руки себя не возьмём, каждого тянем вниз. Мы все друг дружку тянем вниз. Надо всех друг дружку тянуть вверх, поднимать вибрации, поднимать энергию, поднимать вот эту силу, радость, счастье, любовь вокруг себя. И тогда внешние обстоятельства поменяются. Мы коллективно создали войну, наконец-то, может быть, это и хорошо, по-любому хорошо, для того, чтобы вы начали осознавать, что мы творим своей жизнью. Если каждый сейчас задумается и уйдёт от своих страхов, начнёт наслаждаться своими действиями в настоящем моменте, радоваться этому и радовать других людей своим творчеством, своими действиями, те будут радоваться сами и радовать других. И по цепочке мы все будем счастливы. Но это, конечно, утопия. Очень много людей, которые не хотят просыпаться. Но каждой жертве свой палач, жертвы должны умереть и так далее. Наверное, вы это не раз уже слышали. Так, у меня осталось 5 минут батарейки. Сейчас попытаюсь дочитать эту пятую главу и в следующий раз выйду уже там дальше дочитывать. Так, какой смысл бояться чего-то лишиться гипотетически, если мы уже прямо сейчас лишаем себя жизни, в данный момент, уходя в иллюзии прошлого, будущего, не понимая вообще, что сейчас творится в настоящем. Мы по-настоящему целой жизнью в настоящий момент со всем тем, что есть в этом моменте, не проживаем. Мы упускаем себя. Мы есть сама жизнь с вами. Мы не есть тому и тело, мы есть сама жизнь. Лучше бойтесь взять чувство страха, использовать на пользу. Бойтесь лишиться не чего-то завтра, а лишиться жизни. Страх жизни – это нормально, только вы сейчас эту жизнь теряете, не потом, а сейчас. Не лишиться физического тела – это не так страшно. мы пробудемся и не заметим с вами, что мы уже в другом теле. Бойтесь лишиться настоящей жизни, которая существует только вот сейчас. Все остальное вне момента времени сейчас лишь суждение ума, но это не жизнь. Понимаете? Вернитесь в настоящее, ощущайте настоящее, только настоящий момент реальным. Все остальное нереально, это несуществующая иллюзия, вы должны это осознать. Не отождествляйте себя с иллюзиями и какими-то представлениями о себе. Убирайте эти мысли, возвращая себя в наблюдателя этого момента. Мы есть, я есть. Сейчас мы творцы своей жизни, в данный момент желающие, творящие что-то сейчас, наблюдающие за этим. Вот кто мы с вами. В этот момент других нас и в другое время не существует, правильно? Мы есть, только когда присутствуем. Присутствовать можно только сейчас. Опять это слово? И сейчас у меня нет проблем, а значит нет страха. Страх нагоняет ум. Говорите себе каждый раз, вспоминая об этом. «Ум, я не дам тебе себя захватить». Либо любое другое предложение, какое вы хотите. Но вы должны фокусироваться на том, что... Прекрасите пальчиком уму и сфокусируйтесь на том, что вы не дадите себя, как наблюдателя, творцу, увести уму в страхе. Пыняйте себя там, шпиняйте, я не знаю, дайте себе по голове так, опять о чём я думаю в настоящий момент, жизнь только сейчас. Зачем я опять отдаю образы управления уму и накручиваю эту херню? Зачем? Всё, что я накрутила, это проблемы. Эти проблемы в реальности реализуются. Фокус внимания на них. Зачем? Вечное проживание настоящего момента, это я есть. Никогда не встретит проблему, если мы не будем сходить со своего пути и останавливаться от проживания жизни. Да, тут ещё варианты предложения накидали. Ум, пись. Да, да, можно так. Вспоминайте, что проблема... Аж смешно стало так. Вспоминайте, что проблема — это лишь остановка, когда мы себя ограничили жить, которая есть только в реальном моменте, здесь, сейчас. Та-та-та-та. Говорите себе, напоминайте, если я ухожу из настоящего момента, то убиваю себя, теряю жизнь. Теряя жизнь, я сталкиваюсь с проблемой, и тело показывает страх. То есть смотрите цепочка, да, ещё раз. Если я ухожу из настоящего момента, то я убиваю в себе жизнь, потому что мы уже с вами осознали, что она только в настоящем моменте. Если я ушла, я жизнь теряю. Теряя жизнь, я сталкиваюсь с проблемой, потому что проблема — это сигнал о том, что я теряю жизнь. Понимаете? Это я где-то остановилась, я где-то бездействую, не наслаждаюсь, не живу. Жизнь — это череда действий, жизнь — это перемена, жизнь — это движение. И тело всегда нам будет показывать страх о том, что вы сейчас выпали из жизни опять. Верните себе себя, и вы никогда не встретитесь с проблемой, никогда не узнаете страх, и ваш ум будет помогать, а не управлять. Мне даже захотелось дать вам небольшое задание. Вот на нём и закончу, а то телефон сейчас сядет. Как часто вам удаётся тотально быть, тотально существовать? И как часто вы вылетаете из жизни в иллюзию ума? Если вы начнёте за собой наблюдать и жить настоящим, все ваши проблемы решатся навсегда, и изобилие будет вечным, со всеми исполненными вами желаниями. Кто-то это называет просветлением, кто-то — возвышением, осознанностью. Так, а что с заданием? А, всё, я так прочитала. Задание. Напишите себе на листочек, выпишите, как часто вы тотально проживаете быть, побудьте в этом, как часто вы улетаете, просто обдумайте. Вот небольшое задание — обдумать. Когда вы живёте, когда вы не живёте. Что стоит с этим делать? Если вы начнёте за собой наблюдать и жить настоящим, все ваши проблемы решатся навсегда, и изобилие будет вечным, со всеми исполненными желаниями. Кто-то это называет просветлением, кто-то — возвышением, кто-то — осознанностью. Это называется проснуться, да, по-моему. Быть в настоящей, тотальной жизни и проживать её со всеми красками, а не в иллюзорном уме. Конечно же, все мечтают о таком. Это же, можно сказать, вечная жизнь с вами, да, и бесконечная энергия. Сейчас я чувствую, что подошла к такой теме, где у вас включилось сопротивление. Ум пытается увести и все шаблоны мышления, которые я вам писала списком в предыдущем эфире. Что я читаю, это же невозможно. Соглашусь, если вы так решили, что это невозможно, ну то вы правы, конечно. Переубедить невозможно. Да, это будет тогда невозможным. Как вы решили, так и будет. Конечно же, только теоретически я вам описала, что могло бы решить вам ваши проблемы, ваши задачи, да, чтобы ум вас не уводил. Я даже не буду убеждать вас, что вы сможете это сделать, тотально быть здесь сейчас, всю бесконечную жизнь. Я и сама часто так не могу. Мой ум иногда мной руководит. Это нормально, да, учиться ещё и учиться. Но бывать в этих моментах мне становится сейчас всё легче и легче, чаще и чаще, и всё дольше. Особенно этот момент возникает каждый раз, когда я совершаю какие-то действия, потому что я уже натренировала привычку, совершая действия, себя благодарить. Ну, с благодарностью кайфовать от того, что я делаю. Это всегда возвращает момент. А представьте, вспомните себя в детстве, вы практически всегда жили настоящим моментом, пока не обрели столько шаблонов мышления, которые вас тормозят и уводят. Я не сомневаюсь, что у вас снова получится жить в моментах здесь и сейчас, всё чаще и чаще, но это нужно тренировать. Предлагаю на этой ноте перейти к следующей главе, к описанию трансформации. Зачем нам нужна трансформация? Это для того, чтобы помочь себе, помочь себе. Сейчас надо вспомнить предыдущие главы, 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 я их читала. Чтобы помочь себе забрать бразды управления у ума. То есть мы с каждым днём с вами наращиваем бесконечные горы мусора шаблонных программ, которые нас тормозят. То есть в крайности себя вгоняем и тормозим действовать. А раз мы не действуем, мы бездействуем. А когда мы бездействуем, нам всё равно что-то нужно делать. Поэтому мы включаем ум и начинаем думать. И вот чтобы этого не делать, нам нужно трансформировать. Дам ещё одно задание. Передохните, попробуйте, насколько это возможно, в данный момент, здесь, сейчас, насладиться этой жизнью, вот после эфира. Почувствуйте всё, что вы сейчас проживаете, всё, что вокруг происходит. Узнайте себя, что вы при этом чувствуете. И, конечно же, поблагодарить себя, любимого, за эту прекрасную жизнь. Глава 6. Трансформация. Я с удовольствием бы сейчас перешла бы её читать, но у меня села батарейка, а чуть позже мне уже нужно будет уходить. Поэтому в следующий раз перейду к 6 главе. Для тех, кто сейчас только присоединился, я читала книжку «Практика работы с мышлением». Если бы не это, то ты точно был бы счастлив. Читала 4 главу. Первые три главы читала в предыдущих эфирах. «Горе от ума». Теперь есть понимание этой фразы. «Да, мы слишком умные, поэтому такие несчастные». Включаем лёгкость, простоту и наслаждаемся. Ещё раз задание. Передохните, попробуйте, насколько это возможно сегодняшний день прожить. Ну, хотя бы час, ну, или 15 минут, у кого как хватит. Наслаждаюсь тотально жизнью в настоящем моменте. почувствуйте всё, что вы чувствуете, да, ощутите. И ветерочек, и прохладу, и жаришку, там, я не знаю, и приятный на ощупь, там, диван, и как сидит на вас комфортная одежда, и какая глотка у вас кожа. Ощутите всё, что вокруг происходит. Узнайте себя. И поблагодарите, да, себя, любимого, за эту жизнь. Целую вас. Пока.